ну что всем доброго дня москве начались холода скажете что это не холод но вот видите даже свитерок поехали машины с проблемами плохо греет печка плохо заводится идет сизый дым что-то стучит что-то гремит у кого-то свистят ролики и так далее так далее и вот себе пройдемся по цеху немножко посмотрим что какие работы вот сегодня было минус 3 это как бы ну вообще не холод но для москвы к сожалению вот это прям какой-то коллапс сразу санта-фе 14 год 2 и 2 турбодизель по словам клиента как он говорит у меня горит такое ощущение когда завожу как будто бы горит мороз минус 30 она говорит крутит но не заводится и идет белый дым знаем эту проблему это сгорела шина свечей накала вот покрупнее возьми и покажи как отгорела то есть у нас видно что здесь соединяется алюминиевая шина с медным проводом видно вот и она вот здесь обгорает если допустим везде почему-то на всем автомобиле любая даже масса которая крепится клемма клемма стартера генератора это соединение меди и латуни то есть клемма то здесь почему-то медь соединились с алюминием поэтому она как как бы не не совсем но при этом 5-8 лет опять же кто как эксплуатировать в зимний период она ходит и работает так что там у нас карнивал непонятно что с температурой 2 и 2 дизель евро 6 то греется то не греется непонятно ничего то даже нагревается и выкидывает охлаждающую жидкость но делали опрессовочки не похоже на головку сейчас проверяем теплообмене клапана игр проверяем корпус термостата потому что у нас в нем стоит охлаждение клапана игр то есть радиатор и все остальное то есть уже диагностика шла вчера но она такая знаете какая проблема плавающая поэтому все ищется здесь амортизаторы глушитель портер вот у нас махов махов тоже плохо заводится первое что мы но по махову я вам расскажу более потом подробно здесь фэби стоят свечи не оригинальные мы сейчас выкручу меняем на оригинал он приехал у него была ошибка 0088 это по регулятору мы его помыли вот здесь помыли почистили это еще первый махов у него еще стоит блок управления свечей накала ну как бы и если какая свечи одна из свечей сгорает то он показывает какая сгоревшая то есть ошибок не по блоку не по свечам обрыв нет но здесь мы сейчас пройдемся по цеху и потом более плотно разберемся здесь есть момент для тех у кого маховы рассказать по поводу свечей накала блин я пришел подъемник пустой здесь стоял соренто у нас 22 дизель еще 6 ступка с наступлением холодов коробка на холодную стала подпинывать снимали у нее гидроблок промывали гидроблок меняли соленоид какой-то не знаю точно такое делали вот здесь траджет старичок а это он вообще или ошибаюсь здесь да этот раджет на нем на нем менялся радиатор отопителя то есть холодно менялась помпа там что-то антифриз везде подтекал вот у нас солярис на нем тоже уже уже заменили радиатор отопителя и сделали это сегодня уже вот последняя стадия заправка кондиционера радиатор где куда делся не знаешь владимир нара унес вот он прям сегодня до делался здесь там у него у электрика у нас вот еще один солярис рядышком стоит то есть у него работа у электрика всегда есть всегда у нас работает этот гранд старт я даже не знаю чем он что у него тут поломалась что у нас отвалилось что-то ребята делают что-то наверно льется да что скорее всего выливается что-то льется может быть так арку зайти смотрите мы уже принципе все доделали то есть уже отопление все идет полным ходом все работает докупили все необходимое оборудование то есть весь специнструмент чтобы всем было удобно быстро и качественно так тут у нас кто тут по-моему нас алексей занимается чем он у нас алексей чем у нас занят здесь замены колодок а точно тут тут у нас по ходу чего а цилиндр тут у нас заклинил суппорт будет наверно меняться ремкомплект он не сдавливается скорее всего будет меняться поршень сальник и пыльничек пойдемте зайдем в токарку в токарке тоже много изменений вот у него сейчас подходили у него идет расточка блока здесь получается головочки от какого-то а св-6 шлифанули плоскость поэтому двигатель он какой-то тут раритетный на него гильзы найти не смогли они есть только как рассказывают ребятки в америке и под очень очень там долгий срок заказ и большие деньги решение было таким чтобы изготовить самим эти гильзы и из обычных необычных чугунных болванок вот наш токарь сделал вот такие гильзы вот так выглядит родная гильза те развалились гильзы вот так выглядит родная и вот так сделал он уже самый обычный болванок вытащил вот такие гильзы то есть она сейчас у нас за гильзуется о какая была вот 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 из такой штуки была сделана вот такая штука то есть а часто и и запрессовываешь а потом больше растачивать да уже более-менее ну отлично мастер своего дела смотрите вот у нас еще есть вот такой японский таночек то есть он используется для проточки с замены балансировочных втулок то есть баланс валов есть для коленвалов для проточки николай сейчас пока в отпуске поэтому здесь немножко заброшено также есть андрей который работает на плоскошь шлифовальном ему везут от допустим от блока до головки и также везут разные разные вещи кто-то пластины какие-то не за станины которые там вареные переварены неровные то есть он все это протачивать делает также у нас здесь протачиваются тормозные диски если выработка небольшая и они бьют пожалуйста на месте можем снять проточить и сделать привезли какую-то станину непонятно кривая и надо ее выровнять ну прям в идеал вот у нас здесь между двух цехов находится склад где находятся все расходники начиная от маленького колечка заканчивая в дешкой и тогда ли то ли вы здесь на стол выдает вот так выглядит шина накала на 2 и 2 что посмотрим открою покажу здесь также на этой машине в рекомендациях здесь вибрация по кузову идет будем рекомендовано менять подушку двигателя dvs правая вот она у нас здесь находится также иногда подергивается то есть замена датчика коленчатого вала диагноз компьютерную сделали и вот смотрите как она выглядит изначально вот так она выглядит вот здесь просто алюминиевый загиб вставляется просто медный кабель обжимается устанавливается термоусадка и все и поехали ну в принципе как-то на пять лет и всего хватает сейчас заменим поставим при замене обязательно прозваниваем свечи накала во-первых прозваниваем вообще прозваниваются ли не во вторых прозваниваем то есть какое у них сопротивление уже то есть бывает такое что очень слабенький поэтому если что либо замена либо что-то такое по свечам здесь напомню что не все откручивается никаких проблем вернулись к махау вернулись есть моменты по первому вам махау и последующие то есть уже рестайлинг евро 5 и евро 6 махов у них есть именно большие отличия в работе свечей накала и даже в их замене то есть стоимость по замене очень сильно отличается сейчас расскажу почему еще момент смотрите здесь у нас вот свете накала фэби почему мы их меняем если у нас бы было бы маха был евро 5 или евро 6 принципе это не имело бы значения ну сгорели и сгорели ну хреново работа не работает как бы ну и ладно да но не здесь здесь стоит блок управления свечей накала он все видит каждую дает нагрузку во первых у них у неоригинальных не совсем правильное сопротивление иногда она даже бывает разное вот если мерить то и иногда по разному и блок свечей накала который стоит очень больших денег очень сильно на это реагирует то есть он может сгореть он может не догреть свечи может сгореть поэтому рекомендуется обязательно ставить оригинал да я знаю это дорого но если вы поставите их можно забыть довольно длительный срок смотрите здесь будут меняться свечи накала вот так они у нас выглядят вот такой номерочек для нас 44 вольта на фэби также 44 вольта но во-первых не оригинальные свечи я знаю что сейчас каждый ну ну не каждый многие напишут что я поставил у меня все работает все прекрасно да вашем случае работает в его случае работает еще где-то работы но у вас один случай 2 то есть у нас их сотни и мы отталкиваемся от 100 случаев то есть делаем свою вот эту вот статистику что такое хорошо и что такое плохо во-первых они по мне нет долговечный неважно это будет у нас в бошевские свечи фэби еще есть какая-то гадость напомни мне как это китайская штука стеллокс о стеллокс стеллокс и самое главное вот смотрите наверно ну сгорело и сгорело понятно сложно сменили сделали у кого-то не сложно на дизелях как бы не про знаете какая есть большая проблема эти свечи вот здесь накала у них вот эти кончики накала они слишком тонкие внутри и очень часто они там отламываются это не именно про махав это про все остальные также вот этот конус который вот здесь он не всегда ровно она не всегда прижимается плотно потому что немножко длиннее немножко резьба и что-то такое я часто сталкиваюсь с тем что когда они оригинальные свечи отвернуть очень сложно то есть всегда возникают какие-то проблемы здесь тоже возникла проблема свеча 4 цилиндра накала не выкручивается еще на щелкать ну мне придется мучиться и не знаю как я буду выходить из этой ситуации то есть на евро пятом мохаве на евро шестом там у нас смотрите у нас блока управления свечей накала нет стоит обычное реле на найдет на все шесть ему принципе наплевать здесь на блок управления уже вот эти вот изменения то есть по нагрузке он будет сильно чувствовать и вот он сам блок у нас это первый мохав вот он блок все мы знаем что он очень дорого стоит и отгорают у него от перегрузки там дорожки также напомню говорил же каком-то видео что здесь блок управления у нас показывает точно какая свеча сгорела или сгорел сам блок управления то есть появляется ошибка здесь пока все шесть свечей не сгорят то есть уже на евро пятом шестом где у нас нету блока и у нас идет один провод который разделяется на 6 и пока все шесть не сгорят ошибку не покажет но мы будем видеть что лампы индикации свечей накала даже мороз будет быстро гаснуть это будет как бы один из признаков того что нагрузки на реле нет и поэтому она быстро отключает лампу вот здесь свечка это который не вылазит на 4 обычно когда вот этот конус у неоригинальных свечей может быть меняли нет не продули оставили песок может быть не дотянули либо вот этот я сталкивался что вот здесь вот конус неправильный и сейчас эту свечу всю забила сажей то есть вот эту полость от начала до конца забила сажей и поэтому она себя теперь подобным образом ведет вот сейчас покажу как она щелкает и это первый случай мой первый случай когда на мохаве не откручиваются свечи то есть они всегда откручивались идеально то есть если при правильной установке а еще еще момент вот чтобы вы все видели свечи поставили фэби здесь нету ни старой ни новой смазки то есть никто ничего не помазал ничего не обработал может быть причина даже в этом не знаю открутится она не открутится ну ладно смотрите последний момент который хотелось бы сказать на первом мохаве алюминиевый коллектор смотрите у нас стоит здесь стоит алюминиевый коллектор убираем два жгута то есть и чтобы сменить свечу 6 цилиндра вот она вот допустим вон там у нас находится внизу как-то как-то вот 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 смотрите нам нужно необходимо открутить на четырех болтах вот этот псевдопривод то есть заслонок я его отворачиваю вот так выворачиваю и смотрите мы теперь видим отверстие под свечу накала видите теперь нам она доступна на евро пятом и шестом коллектор стоит пластиковый там такой же стоит привод но этот привод не снять не открутить нельзя убрать его в сторону поэтому там приходится опять же смотрите здесь у нас если у нас сгорел кайт свеча то блок управления свечей накала точно показывает какая свеча сгорел там мы не знаем какая сгорела то есть 6 2 5 8 то есть не можем этого знать то есть это первая проблема и вторая то есть для того чтобы вытащить как раз свечу оставшуюся последнюю необходимо снимать пустой коллектор полностью у тех у кого есть машина вы можете сами заглянуть снять декоративную крышечку залезть и вы сможете убедиться что этого сделать невозможно не ну может быть там есть в болтике под шестигранник так с торца они стоят может быть кто-то будет мучиться и открутит как-то приварить специальный ключик да но этого нет наверно смысла в этом потому что если даже мы лезем свечи снимаем коллектор много раз видели да в евро пятых шестых забивает часто пустой коллектора есть такая проблема то вот здесь у нас пробег пробега сколько пробег там что-то 300 что-то лишним было за 300 с лишним с 1000 первая жалоба нет 214 800 вот и смотрим в коллектор что у нас коллекторе а там чистота смотрим во вторую сторону и здесь тоже чистота то есть 240 если мы возьмем евро пятый что и мохов то там буквально через 50 ну максимум 100 тысяч все забит поэтому большая разница между евро четвертым и евро пятый и шестой поэтому учтите когда вам мастер скажет допустим замена свечей здесь 9000 а там скажет 16500 как бы ну не удивляйтесь плюс здесь расходники нам для замены свечей не нужны нужны только свечи а там нужны будут прокладки прокладки впускного коллектора 1 2 и прокладки нижней 3 и 4 ну и то есть нужен будет очиститель чтобы снять мы снимаем коллектор снимаем топ топливопровод весь обраточку и все это нужно будет помыть почистить еще нужно будет баллончик очистителя поэтому на это рассчитывается ну что у нас на улицах холода берегите ваше авто вовремя обслуживаете перед зимой необходимо все осмотреть все сделать все это нужно сделать качественно грамотно залить качественной жидкости если что-то и сломалось то поставить оригинальные запчасти и зимой мороз и ветер и холод сидеть спокойно дома и ни о чем не переживать ну все всем пока до новых встреч и и и и и и и